МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как тебе запах? Очень плохой. Почему? Не знаю. А куда ты такой красивый собрался? На задание. Ага. На ночь глядя в костюмчике. Отлично у тебя работа. Чуть что, сразу на задание. Родина приказала. Или Курбатов. Что на этот раз? Ася, ну честно, задание. А ты что, ревнуешь? Я? Фу, еще чего. Нет, конечно. Ты знаешь, я даже не знаю, что хуже. Задание или свидание. Все равно сидеть всю ночь, ждать тебя. Ага. Успокойся. Послушай, я не знаю, что со мной происходит. Я после того случая в банке никак не могу отойти. Я уже третью ночь не сплю. Мне все время страшно. Я все время про тебя думаю. Я не знаю, что ты, где ты, как ты. А вдруг ты как Степа? Ну, все, Васенька, успокойся. Все, я пошел. Скоро вернусь. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данила Петрович, что желаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, добрый вечер. Механик? Ты мир тесен. Что ж ты неугомонный-то такой? Все вынюхиваешь что-то. Суешь свой нос куда не надо. Все прикидываешься кем-то. То ты журналист, то ты... Кто-то сегодня игрок. А я с детства театр люблю. Шел бы в артисты. Чего ж ты в менты подался? Надо же кому-то с такой мразью, как ты, бороться. Идейный, значит? Уберите эту идейную крысу и усы отбрейте. Чтоб поменьше вынюхивало. Куда? Руки! Все, спокойно. Мишенька, играйте. Все нормально. Господа, играйте, Антон. Мент это. Но я разберусь. Вы продолжайте играть. Все нормально. Давай сюда его. Там да играет. А-а-а! 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 Вяжи его! О, тяжелый. Зря вы, ребята, это затеяли. Здание окружено ОМОНом. Что, ментяра, отехался? Откуда этот мент взялся? А если он не один? Этот всегда один работает, не волнуйся. Да ты мне еще поучи, волноваться мне или нет. Менты! Всем оставаться на своих местах. Руки на стол! 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 Спокойно, успокоились, граждане. Хорошие, присаживаемся, присаживаемся. Главное, держите руки поднятыми, чтобы я их хорошо видел. Пошел! Пошел я! Куда она, господи? Руки на стол! 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 Руки... Чего так долго? Проб. Этого со шрамом взяли? Не было там никого со шрамом. Пошел. Гнедышев Петр Маркович, вы арестованы за организацию сетей подпольных и горных заведений. Я поиграть зашел. Ничего не докажется. Прям обидно слышать. Маркович, ты нас совсем за идиотов держишь. У нас доказательств тебе на три срока. Так вы мне не тыкайте, ладно? Ну, тут случилось. Цеть! Знаете, что это такое? Что? Уж поверьте, это не единственный жучок в этом заведении. Твари. Ладно. Ваши права, я вам зачитывать не буду. Потому что я обиделся. Кстати, точки на Литейном и на Садовой мы тоже взяли. Куда эти? Так, всю эту братью в отделе нет. Понял. Так, выводимся. Без фанатин. Встаем. На выход. Без фанатин. Ты в порядке? Более чем. Иди сюда. Покажу ключом. Смотри, мог бы кучу денег выиграть. Механик помешал. Ты себе, детям, внукам. Аминь. КОНЕЦ КОНЕЦ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Феликс, господи, что случилось? Ничего страшного. Обычные дела. Работа, Ася. Это задание твое, да? Да. О! О! Прости. Феликс, послушай. Я вот весь день думала. Да. Я тебе там наговорила всякого. Ты, ты прости меня, пожалуйста. Ладно. Проехали. Хочешь, я тебе горячую ванну наберу. Тихо, тихо. Не надо в ванну. Трицепс. Подвязывай. Кислород сжешь. Опаньки. Какой бобер всплыл. По какой статье дядя заехал? Тихо. Чего глухоришь? Немой? Откуда же вы повылезали, чихунцы? Сейчас обратно залезешь. Чего ты понты колотишь? Не рано? Начал, а? На место сядь. Старший кто? Старший. Ну, я. А тебя что-то не признал. Звать как? Так не пойдет. Если хочешь узнать, как меня зовут, сам определись. Еще раз спрашиваю. Звать как? Ну, допустим. Бурый. Ты порядок здесь навел. Бурый. А то всякие сяпки левый базар разводят. Маляву передать можешь? Кому? Доле. От кого? От тебя. Так и напишешь. Гнинова принял. Прошу прощения. Петр Маркович не признал. Феликс. Феликс. О! Ты же проснулась? Да. А ты встал уже? Да. На совещание пора. Ой, Господи, как же я устала бояться за тебя, Феликс. Ну, перестань. Давай сделаем так. Я сегодня пораньше вернусь с работы, и мы с тобой обсудим какой-нибудь пансионат. Ну, знаешь, чтобы там на природе речка была, перевозки всякие, дымок шашлычный. Ярика с собой возьмем. Хорошо? Тебя отпустят? Отпустят. Если постараюсь. Ой, постарайся, а? Хорошо. Ну, все, я побежал. Пока. Пока. Кстати, доброе утро. Ну, что, подведем итоги. Сеть подпольных и горных заведений ликвидирована. Гнедышев закрыт. Все наши наработки по этому большому оригиналу переданы следствию. Ну, и от меня лично большая благодарность. Молодцы. Хорошо сработали. Считайте, что лишние недели отпускных у вас в резерве. Да... Что? Мало недели? Понимаю. Не в этом дело, товарищ генерал. Ну, раскис, Феликс. Из-за Шипова, что ли? Подожди, придет время. Возьмем Шипова. Он без денег Гнедышева сейчас, как слепой без поводыря. Из города ему не выбраться. Я ж тут все меры принял. Так что... Ну что, отбой на сегодня? Все свободные, а мне к выходным готовиться надо. На дачу поедете? Круче. На охоту. Ух ты. Друг в ясничестве, я и внуков с собой возьму. Давно просятся. Чего вы такие кружки грязные, а? Не моете, что ли? Чего не моем? Моем каждый день. А плохо моет. Сейчас. Тетр Маркыч, все исправим. Гнедышев. На выход. В семье. На, поговори. Да, слушай. Здравствуйте, Петр Маркович. С вами тут человек один поговорить хочет. Петр Маркович, приветствую. А, это ты? Успел, значит, конец делать? Но это не мой косяк. Я сам людей потерял. И предъявить мне нечего. А я пока и не предъявляю. Ты вот что, милый друг, лапти сплети мне. А чтоб легче плелось, помни, если я на дно пойду, воронка большая будет. Как бы не затянуло кого. Да и без моих дрожжей особенно не побегаешь. Согласен? Нет вопросов. Уже думаю, через пару дней дам знать. Давай, не затягивай. Все, будь здоров. Все, нагулялся я. Веди обратно в камеру. Толя, у меня к тебе еще одно дело есть. Давай, выкладывай. Ты чего? Да механик все у меня, если с головы не выходит. Не ожидал я его там увидеть. Так, а кто ожидал? Были же жучки. Что, что, что жучки-то? Никто голоса его не знал. Как они могли догадаться, что это механик? Ладно, проехал. Вот черт, а ведь мог взять его. Угу, тебя самого чуть-то в тазу не утопили. Взял бы ты его. Ну, это потому, что я тормознул. Вот и упустил его. Феликс. Рано или поздно все равно возьмем. Да вот именно, Олег. Рано или поздно. Это просто у тебя с ним личные счеты. Хочешь отомстить за Степана, но... Не в этом дело. Ты понимаешь, мы его сейчас лишили денежного донора. А загнанный в угол, он может таких дел натворить. Ну, мы тоже не овечки. Да это понятно. Но все равно, надо сейчас опасаться. Так что ходи по улице, я оглядываюсь. У него на нас сейчас такой зуб. Ого-го. Социопат. Ладно, сегодня пойдем в нашу местную столовку. Иди закажи, что не так страшно выглядит. А я к Начаркину на две минуты. Ух. Ну, договорились, Олег Юрьевич. До понедельника остаешься за главного. Телефон я не отключаю. Так что, звони, если что. Я надеюсь, в лицу телефон брать не будет. Ну, запоминай адрес. Приозерское шоссе, 130-й километр, лесничество Заря. Угу. Ладно. Дежурство принял. И еще вот что. Да, ты сам все знаешь. Так точно. Феликс, сюда и отдохнуться. Напряженный он какой-то. На личном фронте у него все в порядке? Да. Ну, заступай, Олег Юрьевич. Удачной охоты, товарищ генерал. Спокойно говори. Не дергайся. Это что за менты в парке? Это ты мне скажи. Не я место выбирал. Не дури. Ладно, без обид. Так прижали, по неволе приходится быть на стрёме. Камера здесь. А карта? Камеры поставишь здесь, здесь и здесь за домом. Добро. Когда поставишь, дай знать. Договорились. Привет. Привет. Эй, ты что такой хмурый? Ох. Устал? Есть немножко. Спать хочу. Я как раз кофе сварила, сейчас налью. Ты знаешь, я думала по поводу того, что ты говорил, съездить в какой-нибудь пансионат. Мне кажется, что это очень хорошая идея. Мы с тобой так уже загнались, живем как в каком-нибудь, не знаю, другом мире, что ли. я поговорю с педагогом Ярика. Мне кажется, что это возможно. Ну, на неделю-то. Как считаешь, а? Феликс. Доля сказал, вы ребята серьезные. Задачу он вам поставил? В общем. Значит, смотрите сюда. Твоя точка будет здесь. Твоя здесь. Угу. Ты контролируешь дом сзади. Угу. Все понятно? Ясно. А цель? Кто конкретно? А кто это? Дед Пехто. Связь будете держать по рации, перекличка каждый час. Огневые точки не покидаем ни при каких обстоятельствах. Захотите отлить, ходите под себя. Еще есть вопросы? Что насчет задатка? Вы женетесь? Из-под земли достану. Завтра в шесть оружие получите на месте. Проснулся? Поспишь тут с тобой? Чего ты ни свет ни заря за дрова взялся? Ну ничего себе, ни свет ни заря. Восьмой час уже. Давай пацанов своих поднимай. Позавтракаем и на охоту пойдем. Да они уже проснулись. Давненько я дрова не колол. Попробовать что ли? Давай. Ну доброе утро гвардейцы. Что на охоту пойдем? Готовы? Да мы готовы. Только нас деда не пускает. Че это? Тебе сколько лет? Десять. А тебе? Двенадцать. Ну так. Мой отец в двенадцать уже воевал. Сыном полка был. Слышал о таком? Бойцы, разговорчики прекращаем. На зарядку становись. Первый, второй рассчитайся. Первый. Второй. Первый к турнику пошел. Так. Молодец. Второй пошел. Отец с вами совсем что ли не занимается? Учитесь, пока дед жив и здоров. Что случилось? Ты чего, Лех? Спину смело. Разогнуться не могу. Тихо, тихо. Вдох надо пойти. Так, пацаны, ну-ка. Помогай. Осторожно, тихо. Пошли в дом. Мы его сейчас перцовочкой натрем. Лех, терпи. Молодец. Осторожно. Да. Это первый. Объект под контролем. Понял тебя. Держи его. Пока отбой. Да. Алло. Это кто? Конь в пальто. Это второй. Извините, не узнал. Объект под контролем. Понял. Держите его. Отбой. Клоун, блин. Ась, ты долго еще? Чего? Ты мне говоришь? Я не слышу. Сейчас выйду. Подожди минутку. Скайп. У меня еще много таких картинок. Поговорим? Олег, ты тоже видишь? Да, вижу. Обсудите. Плохи ваши дела. Ты только шефу пока не звони. Если он знает все наши адреса, то наверняка и телефоны прослушивает. Я тебя жду. Я все-таки считаю, что это практически невозможно. Слышь? Прям спецоперация какая-то. Вертушки только не хватает. Вопрос. Зачем он это делает? Чего хочет? Хочет, чтобы мы освободили Гнедышева. Скорее всего. Ну, а требования он еще не предъявил. Ничего. С минуты на минуту позвонит. Помяни мое слово. Угу. Смотри, Олег. Чего? Ну, вот это направление камер. А значит? А значит, Начаткин с пацанами незамеченным быть из дома не смогут. Слушай, а что если срочно эвакуацию через окно задней стенки? Ну, а что, снайпер быстро перебежать не успеет? Если он вообще есть. А вдруг Шипов блефует? А если не блефует? А если снайперов несколько? Ну, тогда мы под колпаком. И адреса, и телефоны, если попытаемся предупредить шефа. Вот именно. За 20 лет службы в ГРУ он такие комбинации проходил. Феликс, а зачем генерал вот так шел? Может быть, он знак хотел какой-то подать? Черт его знает. Но если бы Шипов хотел крови, то генерал был бы уже мертв. Началось. Буду краток. Ваш генерал у меня под колпаком. Все окна, двери и задний вход дома, где он сейчас находится, под наблюдением моих людей. Не вздумайте ему звонить. Телефоны все тоже на прослушке. Сам он никуда не уйдет. Спину сорвал. А если вы дернетесь, оторву генералу башку и внукам его заодно. Вот. А теперь к делу. Гнидой должен быть на свободе к завтрашнему дню. Заниматься его освобождением будете только вы двое. Больше никто не должен знать о наших делах. Станьте меня искать. Генерал умрет. Вот, вроде бы и все. Все. Ну, а теперь рекламная пауза. Телефон я не отключаю. Так что, звони, если что. Я надеюсь, в лицо телефон брать не будет. Ну, запоминай адрес. Приозерское шоссе, 130-й километр, лесничество Заря. Угу. Ладно. Это не все. Еще одна рекламная пауза. Ты че такой хмурый? О! Устал? Есть немножко. Спать хочу. Я за тебя кафе сори. У вас ровно 24 часа. Время пошло. Нет. Нет. И еще раз нет. Ну, почему? Потому что это рискованная затея. Отличный план, Олег. Нет, это не отличный план. Это авантюра. Ты так говоришь, как будто это наша с тобой первая авантюра, а? Не первая. Но мы сейчас рискуем жизнью генерала. Хорошо. Тебе не нравится этот план. Предложи другой. Предложи, предложи. Сейчас. Пробить его ай-пи. Организовать пояс. Какой ай-пи, Олег? Ты же понимаешь сам, что нет у нас другого плана. И времени больше нет придумывать ничего. Ну, давай решать, действуем с тобой или нет. Ну, не знаю. Шипову, может, этот план не понравится. Ну, так ты вот звони ему сейчас и убеди, что по-другому Гнедышева из тюрьмы не вытащить. Давай, давай. Ну, давай, давай. Звони, звони. А я это... А ты куда? А я... Ты куда? Ну, как куда? Мне же надо Аську с Яриком спрятать. Неизвестно же, мы же не знаем, что придет еще в голову этому придурку. Ну, что, он, не он? Да слушай, да непонятно пока. Сейчас посмотрим. Да не, не он. Не похоже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что ты мне втираешь, подполковник? У тебя достаточно полномочий, чтобы ему вольную дать. Вызови на допрос и зазевайся. Я же говорю, дело у следствия. Я могу надавить, конечно, но без санкции прокурора ничего не выйдет. Займет кучу времени. У нас бюрократической волокиты хватает. Да мне вашего волокита до одного места. Я понимаю, поэтому предлагаю тебе реальный план. Главное, чтобы гнидуй не облажался. Ты здесь? Ладно. Валяйте. Только помните, что вам есть кого терять, помимо вашего генерала. О, господи. Не пугай себе. Что за маскарад? Сюрприз, Аська. Извини, привет. Слушай, Ась, вам с Яриком нужно срочно уехать из города? Нет. На несколько дней? Нет. Пойми, на этот раз действительно серьезно. Я сказала, что я никуда не проеду. Ты что, не понимаешь? Я все понимаю. Ась, послушай, ну... Не хочу. Сначала террористы в супермаркете, потом Степа, потом банк. Слушай, я... Мне кажется, что я... Я все, я не могу. Что ты делаешь? Ася, послушай, ну... Не хочу. Вещи собираю. Зачем ты вещи-то собираешь? Ухожу. Куда? К себе. К себе нельзя послушать, там опасно. Ты знаешь, мне с тобой везти опасно. Какая разница? Так же всегда будет. Правда? Я так не могу. Прости. Прости. Я самый лучший. Прости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, сынок, а хочешь к дяде Паше поехать? Ну, хорошо, тогда жди меня в школе, чтобы я тебя не искал. Договорились? Давай, до встречи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто такой? Майор Малинин, ОРБ. Раз-два! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пап, а сколько я здесь времени буду? Пару-тройку дней. Я не буду ходить в школу? Нет, я отпросил тебя. Ты у меня самый лучший. Я уже слышал это сегодня. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все нормально? Лучше не бывает, сынок. Здорово, Паша. Ничего такая маскировочка. Здравствуй, Руслан. Здравствуйте, дядя Паша. Ну, докладывай, что умеешь делать? Подтягиваться, отжиматься, стрелять? Ну, вообще, все понемножку. Но лучше всего я ее умею готовить. Это хорошо. Толковый повар нам нужен. А можно менять полосу препятствий? Давай. Пока, сынок. Спасибо, Паша, что взял его к себе. Здравствуйте, дядя Вась. Здорово. Парень, он толковый, готовит вкусно. Иногда лучше даже, чем я. Так что впрягай его по полной. Шустро он у тебя. Да, шильцы в одном месте. Ты мне вот что скажи. Ты его сюда привез, что он здесь под охраной был? Да. Так все серьезно? А когда у нас не серьезно? Ася где? Ася к мамке в Тамбов отправил. Поехала туда. Ладно. Спасибо тебе еще раз. Давай. До встречи. Работаем. Хорошо. Хорошо. Девушка, вас можно на минуточку? Извините секундочку. Да? Вот что это такое? Что за цифры? Я не пойму. Ну, это проценты за обслуживание. Какие проценты? Какое обслуживание? Ну, мы вас обслуживаем. То есть, чаевые можно не платить? Как хотите. Спасибо. Ну, давайте. За вашу красоту. Котик, я еще отойду, но обязательно вернусь. Хорошо, дорогая. Девушка, меня рассчитают, в конце концов? Извините. Лопатник надо сбрасывать. Уходим через бильярдную. Кстати, меня Дима зовут. Катя. Ребус. Мы с тобой в кафе договорились встретиться. А если бы я мимо проехал? Что за дела-то вообще? Я бы сейчас, через пять минут вернулся. Бильярдная там, по тропинке. Кать, может, мы встретимся, замутим что-нибудь? Феликс, ты меня сейчас так обломал. Ладно, не волнуйся, возмещу. А сейчас помощь твоя нужна. Больше тебе ничего не имею? Руки убрал. Ты не задумывался, почему тебя до сих пор за жаброй не взяли? Ах, я вроде не при делах. Как говорится, не имею этого… Оперативного интереса. Оперативного интереса. Молодец. Встал на путь исправления, хвалю. Кстати, а что за девушка была? И что это вы с ней там на пару замутить собрались? Давай-ка пробьем ее по нашим каналам. Познакомимся. Феликс… Не надо. Говори, что делать. Ладно, слушай. Здорово, братан. Все путем? Да вот не уверен уже, ты где эту шпану набрал? Они стрелять-то хоть умеют? Снайперы толковые, отвечаю. Один даже кандидат в мастера спорта по биатлону. Жалко даже будет мочить их. Ты сообщи в СИЗО Гнедому, пусть готовится. Сегодня человечка ему нужного подселит. Расскажет, что делать. Все, бывай. Малява пришла. Хочешь вкусное пить есть, попрошу напротив сесть. Давай. Петр Маркович, в хату винта сегодня поселят. Шифернитесь оба, будьте готовы. Что за винт? Ну, вроде толковый парень. Объясни. Да я сам не знаю, но Доля сказал, что человек нужный. Растолкует, что делать. Феликс, ты совсем обалдел? Ты что мне предлагаешь? Ты вообще за кого меня принимаешь? За человека, который встал на путь исправления. Я на это не подписывался. Ну так подпишись. Что значит подпишись? Меня там завалить могут. Я тебе не на журнал, Мурзилка, подписался. Слушай, ты остряк. Во-первых, не ори. А во-вторых, все делать буду я. Ну, а тебе придется только к тебе ж не привыкать. Слушай, Феликс, иди ты знаешь куда? Все, ты меня достал. Я пробиваю Катю. С тебя? Кабанчик. Да не вопрос. Ребус! Ну, что еще? Тебя подвезти? Начальник, перестаньте вторгаться в мою личную жизнь! У-у-у! Алло, Костик! Здорово! Да, это Ребус! Ну, просто звонил, узнать, как у тебя дела там, то все. Хотел в гости заехать на недельку. А, теща приехала! Тоже на недельку! Здорово! Ну, ладно тогда, теща привет! Все, бывает, созвонимся. Может быть, козел. Так. Алло, Перец. Здорово, да, это Ребус. Слушай, у тебя можно перекантоваться недельку? Да у меня проблемы. Ну, вот зачем ты мне это сейчас говоришь? Да мне и без тебя тошно! Ну, ладно, ладно, все, извини, я погорячился. Ага. Хорошо, давай, диктуй адрес. А, так это вот, на выход, налево и… Так я там был у тебя. Ну, все, я сейчас буду, ну, минут через сорок буду. Все, давай, спасибо, за мной не заржавеет. Ага. Дима, это к тебе! И сколько повторять? Тебе два звонка! Достали! Это я же… Привет, Ребус! Собрался уже? Молодец! Чего? Рано еще? Какое рано? Рано не поздно! Машина ждет, поехали! Здорово, Ребус! Карета подана! Стойте! Я телефон дома забыл. Да там тебе телефон не понадобится. Давай, давай, давай. Да как не понадобится? Я не могу без телефона! Вдруг мне кто-нибудь позвонит? Я мигом, одна нога здесь! Во! Шапка в залог! Я пулей даже не заметить! Я сейчас приду! Здорово, кулинар! О! Здорово, моряк! Похож! Старались! Слушай, тачка у тебя просто зверь! За два часа все дела успел сделать! Ну, конек маленький! Хочу кубатуру поменять, продавать собирался! А что хочешь за него? Ну, приезжай в клуб, договоримся! Ладно, ты на задание? Есть немного! Давай, удачи! Удачи! Через Каменный не езди, там пробки! Да! Слушай, чего его так долго нет? Телефон все ищешь, что ли? Сейчас ему позвоню! Давай! Не отвечает! Ох, здорово! Вставай! Слушай, надо Юричу звонить, сказать, что ребус сбежал! Юрич, нам такого пистона вставят! Он же в отделе сидит нас ждет! Слушай, зачем ему ребус-то понадобился? Не доложили! Ладно, Сань, не дергайся! Блин, где этого клоуна искать теперь? Поехали! Я сейчас своему дружбану в тех отдел позвоню! Он его быстро по симке пробьет! Ну что, он? Да вроде он! Сейчас отзвонюсь! Т bones! Т 문ен arrives! Тронетизм 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 Ладно. Ведите его только без палева и камеру не гасите. Понял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова